Ровно 67 лет назад в Новгороде на Роскопе в центре была найдена первая берестяная грамота. Так в новгородской археологии началась новая эпоха. Сегодня ученые обнаружили уже 1108-е послание из глубины веков, а известный мастер по бересте Владимир Ярыш в очередной раз попытался передать современным новгородцам технику писания по исконно русскому материалу. Такие мастер-классы Владимир Ярыш проводит уже не первый год и всегда находятся желающие познакомиться с берестой поближе. Это ведь наше новгородское достояние. Причем на таких встречах не просто царапают на бересте ради забавы. У организатора сверхзадача заинтересовать новгородцев родной историей. Небольшой блиц показывает на простые вопросы. 90% из них ответить не готовы. Может быть они найдут это в интернете, может быть ближе что-то, может они там прояснят. Потому что жить в Новгороде и не знать, когда основан Совхийский собор, наверное, это ненормально. Или когда найдена первая берестная грамота, или сколько берестных грамот найдено. Ну хотя бы приблизительно. Это мы должны знать, потому что это элемент нашей древней новгородской культуры. А попытка изложить современный текст в стилистике предков, той, что встречается в берестяных посланиях, заставляет задуматься над своей речью. И удивительно позволяет избавиться от слов паразитов. На сегодняшних учеников, похоже, действует четко по плану автора методики. Текст нужно не только придумать, еще и написать с помощью писала. А это кажется простой задачей только на первый взгляд. Мне кажется, что они были намного умнее нас, они были намного сильнее нас. И мы стали просто слабыми из-за технологий. Это очень сложно вычеркивать вот таким карандашом. Пальцы болят, устают, и получается не очень понятно. Но все равно как-то справляемся. Ну, интересно. Да, и повновательно. Тем, кто писать еще не научился, разрешается нарисовать на бересте мальчика Анфима. Работа маленького Тимура, на идее ее археологи, точно стала бы достойным экспонатом для потомков. На его бересте целая история. Картина маслом. Мы взяли рисунки Анфима, нарисовали его друзей, одного на лошади, одного просто радуемся. Мы его солнышком подсветили, дом ему построили. Исследователи предполагают, что новгородский культурный слой хранит еще не меньше 20 тысяч берестяных грамот. Вместе с написанными сегодня количество уже известных миру стремительно приближается к 12 сотням. Наталья Савицкая, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.